Добрый вечер! Позвольте представиться. Меня зовут Лаврова Оксана Мударисовна. Я являюсь доцентом кафедры органической химии в КНИТУ. И с этого года веду новый курс для себя по биохимии для магистров, студентов направления химической технологии и профиля химии и технологии биологически активных соединений в медицине и формации. Вновь был разработан курс, и одну из лекций этого курса я хотела бы вам сегодня представить. Итак, темой сегодняшней лекции будут липиды. Что же это такое, каково их строение и свойства? Липиды на самом деле это большой класс органических соединений, которые различаются друг от друга как составом, так и химическим строением. Но у них есть общие черты. Это такие, как гидрофобность, то есть нерастворимость в воде, растворимость в органических растворителях, и они осуществляют метаболизм в организме, в том числе в организме человека. Одной из составных частей практически всех липидов являются жирные кислоты. Они входят в состав практически всех липидов, кроме холестерола. В организме человека жирные кислоты характеризуются следующими качествами. Они практически все имеют четное число углеродных атомов, у них нет разветвленных цепей и есть двойные связи только в цисконформации. На самом деле жирные кислоты бывают различные устроения, но именно в организме человека соблюдаются эти три условия. На слайде представлены различные жирные кислоты. Они могут быть как насыщенные, то есть все связи у них могут быть одинарные, такие, например, как пальмитиновая кислота или стеариновая кислота. Могут быть ненасыщенными, содержать одно или несколько двойных связей. Моны ненасыщенные – это олеиновая, пальмитолеиновая кислота. Вот эти названные жирные кислоты в основном находятся в большинстве пищевых жиров и в жире человека. Полиненасыщенные жирные кислоты, те, которые содержат две и более непредельных связей, они разделены между собой метиленовой группой двойной связи. Кроме различий по количеству двойных связей, кислоты также отличаются их положением относительно начала цепи и обозначаются через греческую букву дельта или последнего атома углерода, и тогда они обозначаются буквой омега. И вот по положению двойной связи, как раз относительно последнего атома углерода, полиненасыщенные жирные кислоты делятся на три вида – омега-9, омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Незаменимыми в организме человека являются омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты мы получаем с помощью пищевых продуктов, они у нас не вырабатываются в организме. Омега-9 образуется путем превращения омега-6 и омега-3 жирных кислот, то есть они не являются незаменимыми. И омега-6 жирные кислоты объединены под названием витамин F и содержатся в основном в растительных маслах. Омега-3 жирные кислоты у нас в основном содержатся в жире рыб, которые обитают в холодных морях. Исключением является альфа-линоленовая кислота, она имеется в конопляном, льняном и кукурузных маслах. Одним из видов липидов является воска. Это сложный эфир высших жирных кислот и одноатомных спиртов. Они входят в состав жира, который покрывает кожу человека и животных. Двухатомные спирты образуют диольные липиды и также есть нейтральные жиры. Это эфиры глицерина и высших жирных кислот. Три ациоглицеролы являются как раз жирами в нашем обычном понимании. Они наиболее распространены в человеческом организме и составляют примерно от 16 до 23 процентов от массы взрослого человека. Состоят они из глицерина и высших жирных кислот. Жирные кислоты могут быть как насыщенные и мононенасыщенные, то есть содержащие одну двойную связь. По строению они делятся на простые и сложные. В простых жирах все жирные кислоты, они идентичны, а в сложных, соответственно, они могут быть различными, как представлено здесь на свадьбе. Следующей группой липидов... Подождите, сейчас будет показан опыт про растворимость и эмульгирование жиров. А сейчас опытным путем будем исследовать растворимость срок. Для этого 6 проверок. Вначале нальем по несколько капель растительного масла. Пока девушка на видео разливает растительное масло, вспомним, какие у нас бывают жиры. То есть масла – это жиры растительного происхождения. Если мы вспомним их агрегатное состояние, они в основном у нас жидкие, кроме некоторых масел. Какие масла у нас растительного происхождения твердый состав имеют? Пальмовое масло. И еще есть... Как кокосовое масло, как кокосовое масло. Да, как кокосовое масло. И есть у нас животные жиры. Они в основном у нас твердого, агрегатного состояния твердые. Но тоже есть исключение. Это какой жир? Рыбий. Да, рыба у нас – это животное, но рыбий жир – он жидкий. Вот у нас растительные жиры содержат непредельные связи, то есть двойные связи, а жиры животных содержат в основном насыщенные связи, то есть все практически одинарные. Надеюсь, уже долевают шесть пробирок. Затем в пробирки по очереди будут добавлять следующие реагенты. В первую пробирку мы положим несколько капель хлорафона. Как вы думаете, растворится? Да, потому что хлорафор у нас... Не выходила тщательно взболтать. И посмотрите, растворился ли жир? Или образовалась устойчивая инкульсия? Или какие-то другие? Мы видим, что у нас одноводная жидкость, то есть жир в парафонах распоряется. Хлорофорум является органическим растворителем, а как говорилось на первом слайде, одним общим свойством липидов всех является их растворимость в органических растворителях. А в воде, соответственно, они не должны растворяться, потому что липиды обладают гидрофобностью, то есть нерастворимостью. Затем тщательно перемешаем. И мы наблюдаем образование устойчивой эмоции. Все мы знаем, что жир у нас с водой не смыгается практически. То есть плавают калерки жира внутри поверхности воды. В третью пробирку мы добавим раствор едкого калия. Едкий калий – это гидроксид калия. Калий H. Или щелочи. Как вы думаете, что будет? Ставлю тщательно перемешать. На холоду? Нет. Ну то есть при комнатной температуре… У нас гидроксид калия взаимодействует, с жиром не будет. То есть образуется также эмульсия, и он не смывает. Как это будет медленный процесс? Омыление? Омыление при нагревании и среда там еще должно быть. Добавленный раствор карбоната на древе. Будет дальше. В деколе? Спасибо за внимание! Покупьте в этом видео. С карбонатом натрия будет реагировать? Правильно. При взаимодействии с карбонатом натрия происходит реакция, в принципе, практически полная растворение. А нет, тоже образуется эмоция на поверхности, то есть не внутри, а на поверхности. Так, в пятую пробилку добавляем мыло. И на раствор. У нас мыло. Мыло у нас будет взаимодействовать с жиром, да, и поглотить себя. Ну, вообще не останется. Там вообще не осталось его, то есть он растворился, получается, в мыльном растворе. Здесь практически полностью поглотилось мыльным раствором растительное масло наше. И в шестую, последнюю пробилку добавляем спирт. При взаимодействии со спиртом. Что у нас произойдет? Да, то есть у нас должны образоваться сложные эфиры и глицерин, да, но визуально будет наблюдаться тоже эмульсия. Видимо, то есть надо нагревать, то есть просто так вот не прошло. На самом деле, опыты делались сегодня и снимались по этому качеству. Да, то есть прямо перед вашей лекцией, поэтому... При взаимодействии со спиртом тоже образуется выточивая эмульсия. Если подождать, может быть, дальше бы может реакция прошла. У нас растворился жир, да, в случае, подсолнечное масло в хлорофоме в первой пробирке. Частично растворился карбонат натрия и растворился мыльным раствором. Ну и вот наблюдаемые изменения, которые были. Да, то есть, как мы уже сказали, что хлорофорум – это органический растворитель, что подтверждает у нас... Да, то есть прозрачная эмульсия поверхности была и с едким калием, и с карбонатом натрия. То есть, дальше, если подождать, скорее всего, с едким калием произойдет реакция омоления с карбонатом натрия. Видимо, просто раздел фазы. Ну и следующей группой липидов – это являются фосфолипиды. Они представляют собой соединение глицерина или свинкозина с высшими жирными кислотами и фосфорной кислотой. И подгруппой фосфолипидов являются глицерофосфолипиды. Они наиболее распространены в организме человека и выступают в качестве общего предшественника. Фосфатидная кислота используется для синтеза жиров и фосфолипидов. Строение фосфатидной кислоты представлено на слайде. В состав фосфолипидов входит азотсодержащие соединения, циклический шестиатомный спирт и аназил, витамин В8. Следующий подгруппа фосфолипидов – это сфингофосфолипиды. Они наиболее значимы в организме человека, так как располагается их большее количество в белом и сером веществе головного и спинного мозга. И также содержится в нервной системе, в печени, почках, эритроцитах. В качестве жирных кислот для сфингофосфолипидов выступают насыщенные и мононенасыщенные кислоты. Строение представлено на следующем сваде. Вместо сфингозина может быть глицерин, а может быть сфингозин. То есть вот эта группа или-или. Следующая группа – это холестеролы. Они имеют в основе циквопентан-пергидрофенантреновое кольцо и являются ненасыщенными спиртами. В организме человека выполняют несколько функций. Структурную – входит в состав мембран. Также транспортную функцию. Транспортируют жирные кислоты между органами и тканями. И являются предшественником витаминов D, желчных кислот и стероидных гормонов. Строение холестерола представлено на следующем сваде. Следующая группа липидов – это гликолипиды. Они широко представлены в нервных тканях и в мозге. В основном размещаются на наружной поверхности плазматических мембран. Большую часть гликолипидов составляют церамид и один или несколько остатков сахаров. В нервной ткани главным образом церобозидом является галактазиоцерамид. Вот он представлен, схема, на слайде. И как мы видим, так же, как и у предыдущих липидов, фосфолипидов, есть свингозин, которая общая группа, также может быть заменена на глицерин. Еще одна группа гликолипидов, хорошо представленных в мозге, – это ганглиозиды. Они образуются из глюкозилцерамида и дополнительно содержат одну или несколько молекул сиаловой кислоты. Также моносахаров и их производных. Схематически изображены на следующем слайде. Если моносахара, галактоза или глюкоза, еще несут в себе сульфогруппу, то такие гликолипиды называются сульфолипидами. Классификация липидов на самом деле очень сложна, так как в квас липидов входят вещества очень разнообразные, как по своему составу, так и по своему строению. Их объединяет лишь одно общее такое значимое свойство – это гидрофобность. И по отношению к гидролизу они делятся на две большие группы – на омыляемые и не омыляемые. На слайде представлена классификация липидов. И видно, что среди не омыляемых липидов содержится большая группа стероидов, в состав которых входит холестерол и его производные. Среди омыляемых липидов существуют простые липиды, то есть состоящие только из спирта и жирных кислот, и сложные липиды, включающие кроме жирных кислот вещества другого строения. Ну, это фосфолипиды, сфинголипиды и другие. Следующим опытом мы проведем омоление эректролиз жира. Для этого в одну пробирку мы найдем 2 мл подсолнечного масла. Не тот сайт, не то видео. Тут, к сожалению, не то видео, немножко встало. Сейчас она просто очень долго наливала. Потом мы к подсолнечному маслу добавили спиртовой раствор щелочек кали-УАЖ и стали нагревать на водяной бане, при кипящей бане. Как мы видим, образовался однородный раствор мыла. Теперь добавим в него примерно 8-10 мл воды. И у нас образуется гидролизат масла. Ну, при взаимодействии, значит, растительного жира со спиртовым раствором щелочи у нас произошло омоление, то есть образовался глицерин и соль, высшей жирной кислоты, калевая. Полученный гидролизат мылок в масло мы используем для следующих опытов. Определим составные части, из чего состоит у нас жир. Вначале разойдем на три пробирки. Итак, в первую пробирку мы зайдем 10-10% на раствор селённой кислоты. В первую пробирку опускаем в кипящую водяную бану. И нагреваем. До тех пор, пока на поверхности жидкости не появится жирный слой. Даже без нагревания видно, что слой уже начал образовываться. При длительном нагревании слой увеличивается. Это говорит о том, что у нас есть здесь высшие жирные кислоты. О, положение на söyl porter. О, положение на саты. Вот видно, что чем дольше греем, тем больше на поверхности. На поверхности образуется жирный слой, это доказывает наличие жирных кислот. Во вторую пробирку мы нальем 10 капель раствора редкого натрия. А затем несколько капель 2% раствора сернокислой медики. Продолжение следует... Как мы можем наблюдать, появляется слабо-синее окрашивание, в котором говорим о образовании глицерата меди. Таким образом, можно сказать, что у нас в жире содержится глицерин. Для подтверждения этого мы возьмем сам глицерин и проведем то же самое с ним. К сожалению, презентация нельзя ускорить. Также добавим 10 капель. Продолжение следует... 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 Затем в каждую из пробирок добавляем несколько капель хлористого кальция. Затем обе пробирки тщательно перемешиваем и наблюдаем следующее. Там, где мы использовали раствор гидролизат масла, у нас образуется нерастворим осадок. С раствором мыла ничего не происходит, просто разделение двух жиркостей. Таким образом у нас образуется нерастворимое кальциевое мыло. Мыло, как мы знаем, бывают жидкие и твердые, они зависят от этих металлов. Если нерастворимы... Благодаря студентке первого курса бакалуриата по направлению химической технологии Ермолаевой антитосии за помощь в проведении экспериментов. Да, она мне сегодня просто помогла, поэтому ей благодарность большое. Дальше. Итак, необыляемые липиды, как я уже говорила, это производные запрына животного происхождения, это холестерин и стероиды. И растительного происхождения, может быть, это терпены, в которых включаются спирты, альдегиды и кетоны. Роль липидов, на самом деле, очень большая. Они необходимы для процессов жизнедеятельности человека и несут следующие функции. Это резервная энергетическая функция, является основным энергетическим резервом организма. и из всех липидов в эту группу входит примерно 65-85%. И также источник энергии в мускулатуре, печени и почках. Следующая функция – это структурная. Как я уже говорила, они входят в состав мембран и являются еще также основным компонентом сурфактанта легких. Сигнальная функция выполняет рецепторные функции и задачи взаимодействия с другими клетками, осуществляя регуляцию функций клеток. И защитную функцию также – это подкожный жир. Он является хорошим термоизолирующим средством и обеспечивает механическую защиту внутренних органов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok